Не по существу. По таким девизам прошли публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки города. Подобные мероприятия давно стали некой трибунной гласности. Похоже, саровчане приходят сюда, чтобы высказаться на свободные темы. С какой целью в декабре месяце по льду косили камыш на речке? Значит, если к нам прилетает боеколовка 150 пилотон, то вся вот эта заскроет, она в зону сплошного поражения получается. То есть мы не только окупируем людей, они даже все погибнут. Предмет же обсуждения – изменение возможной этажности домов по имени реки на левом берегу. Основанием данных изменений является ранее выполненный ООО «Саровинвест» проект планировки межевания территории. Сейчас там можно возводить дома высотой до четырех этажей. Предлагаемые изменения добавляют в среднеэтажную жилую застройку до восьми этажей. Аналогичные слушания проходили и раньше. Так, на улице Победы изменили зону среднеэтажной застройки 4-8 этажей на многоэтажную, которая позволила проектировать дома от 9 до 14 этажей в историческом центре. Важное уточнение – возможность строить такие дома – это еще не факт самого строительства. Любые строительства начинаются с экспертизы возможного строительства. Это мы то, что сейчас говорим, да, восьми этажей, это не значит, что там будут восемь этажей. Мы сказали, что они должны пройти, экспертизу соответствующую. Тем не менее, пришедшие на слушание граждане требовали от застройщика детального проекта. Но проект строительства не был предметом обсуждения этих слушаний. Проектирование, как обязательная экспертиза, которая определит конкретные параметры застройки на этом участке – это следующий этап. Нежелание услышать аргументы другой стороны превратили слушание в базар. Я не дыхтам, я даже не знаю, как я там еще замахаю, поэтому как я вам отвечу? Я вам отвечу. В любом случае, 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 в любом случае. Так или иначе, были зафиксированы аргументы всех сторон. В ближайшее время комиссия рассмотрит поступившие предложения и вынесет окончательный проект ПЗЗ на рассмотрение городской думи. С проектом можно будет ознакомиться на сайте администрации города. Продолжение следует...